В Мастаре под белым брегом боснийский Зринский, 9 тысяч болельщиков и сильно обновленный шериф. В дебютном матче новый тренер Степан Томас доверил сыграть новичка. С первых минут на поле нигерийский форвард Рашид Аканби и буркинийец Абу Атара. Обкатать новичков и выявить их сильные стороны – один из самых активных на поле у Атара. Быстрота решения, исполнение и реализация моментов. С последним пока не удалось. А за первые два качества итальянские арбитры наградили у Атара горчичником. На 78-й минуте в игру вступает еще один новичок. Буркинийского вингера меняет нигерийский нападающий Ия Атимвен. Атимвен вышел на поле. Это, кстати, еще один дебют. Тоже футболист впервые в официальном матче. Кодовое имя Аквамен. Да. Ну, супергерой. Может быть, он таковым станет и в этом матче. Почему нет? Достаточно забить. Забить не удалось. Дебют получился коротким. Игрок Зринский Тичинович сфалил. Спустя 8 минут Атимвен покинул поле, получив боевое крещение и травму. Мы сейчас видели некоторых футболистов Шерифа, даже Рашида. Вот посмотрите, высокий молодой человек. Это и есть Рашид. А теперь, оказывается, Аканби Рашид. С классной прической. Рашид Аканби провел в игре 74 минуты. Запомнился атлетическим сложением, оригинальной прической, а еще желанием отличиться. В первом тайме заработал штрафной, попал в офсайт и чуть не получил желтую. 90 минут матча плюс 9 добавленных, почти безопасных моментов, стыки и 8 желтых карточек. На табло 0-0. Результат более предпочтительный для Шерифа. Сегодня самое главное, что мы хорошо играли в обороне. Нам удалось помешать Зринский забить гол. Я в команде мало времени. Новых игроков много. Нужно время, но его нет. Мы сделаем хороший анализ прошедшего матча и будем двигаться дальше. Через 5 дней ответная игра в Кишиневе. Обновленный Шериф и Степан Томас, вопреки обстоятельствам, сыграют в свой футбол. На арене Зимбру ждем от терраспольчан только победы.